Рынок строительных материалов, фармацевтика и, конечно, потребительская сфера. Вот ниши, которые пытаются занять производители контрафакта. В первую очередь, это удар по безопасности и здоровью потребителей. Огромные потери несет легальный бизнес. Во вторую очередь, это нездоровая экономика с точки зрения конкурентоспособности. Тех легальных производителей, которые платят налоги, которые работают в белую, которые платят зарплату, и все у них легально, и все исходя из буквы закона. И те, которые работают в черную. Краснодарский край в силу своей курортной специфики – огромный рынок для сбыта контрафакта. В Анапе это фальсифицированный алкоголь. Только в 2017 году полиции, в том числе совместно с Управлением торговли администрации города, из незаконного оборота изъято свыше 77 тысяч литров суррогата. Работа эта будет продолжаться. Однако, по словам главы Анапы, необходимо выявлять источники нелегального производства на территории курорта. На помощь, созданной в ноябре прошлого года комиссии, должна прийти общественность. Абсолютно правильно сказал губернатор Вениам Иванович, что торговля – это конечная точка реализации. И не всегда покупатель может разобраться, контрафакт или нет, если она попала в торговлю. Что мы бьем как бы по хвостам. На самом деле, конечно, нужно принимать все меры. И вот я сегодня на совещании всем своим сказал, давайте в СМИ опубликуем еще раз, а дополнительно доведем информацию до всех наших жителей, что если вы чувствуете, что где-то что-то выгружается с КАМАЗа, где-то какое-то производство, которое работает по ночам, чтобы извещали нас о комиссии, потому что у нас в комиссии присутствуют и работники правоохранительных органов. Кроме того, с полицией достигнута договоренность об ужесточении контроля ввоза продукции на территорию Анапы.